Я передаю слово Ольге Куриной и Олегу Жилинскому, и мы переходим, собственно говоря, к основному вопросу, связанному с тем законом, который вступает в силу с 1 июля. Конечно. Вопросов, казалось бы, достаточно таких, ну, для тех, кто долго в этом находится, банальных, но их очень много, и хотелось бы, чтобы все мы говорили на одном языке, и все мы хотя бы понимали до какого-то уровня все понятия, такие как там УНФ, прокатник и прочее. Да, потому что, ну, действительно, каждый раз отвечаем на те же самые вопросы. Это первое. То есть данный семинар подведет нас, как минимум, к вот этому понятийному единому аппарату. Второй момент, это то, что нас очень сильно заволновало. Это недавно появившиеся поправки в законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, четвертая часть, в том числе в закон о русском языке, о государственной поддержке кино. Возможно, возникает, опять же, много вопросов, дискуссий. Мы также, возможно, не все можем объяснить, потому что есть некие пробелы, да, скажем так, не в нашем понимании, а в текущем законодательстве. И, опять же, по итогам мы хотим все-таки выработать, возможно, какую-то позицию от гильдии Неграутина, которую мы смогли представить в Министерстве культуры. И вот хотел бы тогда дать слово Олегу Гербовичу Желенскому, который сможет провести презентацию. Спасибо. Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара «Последние изменения в российском законодательстве в сфере кинематографии и как они отразятся на производстве и дистрибуции документальных фильмов». На экране вы видите план семинара. Мы кратко коснемся основных изменений законодательства Российской Федерации, произошедших у нас за полтора года. Поговорим про прокатные удостоверения на фильмы, удостоверения национального фильма. Затронем закон о защите детей от информации, причиняющей вреды к здоровью и развитию. Также рассмотрим вопрос правомерности использования объектов интеллектуальной собственности, ранее созданных при производстве фильма. И в конце рассмотрим механизм защиты авторских прав на фильмы, выложенных в сети интернет. Изменения в части четвертой гражданского кодекса. За последний год было принято несколько законов, имеющих непосредственное отношение к правовому регулированию использования авторских прав в сфере производства аудиовизуальных произведений. В том числе и документального кино. Прежде всего, это изменения, внесенные федеральным законом номер 222 от 23 июля 2013 года, в котором введена статья, закрепившая право правительства устанавливать минимальные ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения, задельные виды использования объектов авторских и смежных прав. Ранее данные нормы располагались в разных статьях. В части четвертой гражданского кодекса, теперь в части пятой статьи 12.46. Федеральный закон 367-й о внесении изменений в часть первого гражданского кодекса. Им практически полностью изменен параграф 3 главы 24 гражданского кодекса о залоге, вступающий в силу с 1 июля 2014 года, за исключением отдельных положений. Почему я его упомянул? Потому что у нас теперь допускается залог авторских прав, то есть более широкое введение в гражданский оборот фильмов и, соответственно, авторских прав. И федеральный закон номер 35-й. Очень важный закон. Он вступает в силу с 1 октября 2014 года. Часть положений статьи 1, как раз касающихся положений о залоге, вступает с 1 июля 2014 года в силу, и часть положений с 1 января 2015 года. Этим законом внесены поправки порядка 176 пунктов гражданского кодекса, и часть из них, конечно, связана, большая часть связана с авторским правом. Мы коротко поговорим по этому закону, коротко о главном. Первое. Совместное использование результатов интеллектуальной деятельности Раньше доходы от совместного использования распределялись между всеми правовладателями по органу, теперь внесено уточнение, что доходы распределяются в равных долях. Дополнен пункт о том, что каждый из правовладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности. Я надеюсь, что внесением вот этой поправки у нас снимутся вопросы в судах, когда суд говорит, что один из правовладателей не вправе принимать меры защиты переданных принадлежащих ему авторских прав. Как я раньше сказал, допустим залог исключительных прав. Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, пункт 1 ст. 12.25, допускает, что предметом залога авторские права могут быть в той мере, в какой гражданский кодекс допускает их отчуждение. Еще один момент, связанный с государственной регистрацией отчуждения авторских прав. Как вы знаете, обязательная регистрация распоряжения авторскими правами и государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности законом не установлена. Теперь в гражданском кодексе прямо предусмотрено, что государственная регистрация предоставления права использования такого результата по договору осуществляется по заявлению сторон. Внесены изменения в положение государственной регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Регистрации подлежит не договор, а регистрации подлежит переход прав. Это по аналогии с объектами недвижимости. Если раньше регистрировался договор сам в Реппалате, то в настоящее время регистрируется переход прав, а на договоре делается только лишь отметка, что переход прав состоялся. Дополнено положение о том, что залог также подлежит регистрации по заявлению сторон. Это как раз связано с оборотом авторских прав. Вот очень немного, что заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. Определены сведения и вид документа, которые должны предоставляться заявителям в регистрирующий орден одновременно с заявлением о регистрации. Введено положение, что при несоблюдении государственной регистрации перехода исключительного права и переход исключительного права, его залога или предоставления права переход... Извините, что я вас прорываю. Мне кажется, вы просто прочитаете вслух там указанное, я нифига не разбираю. Извините за грубые слова. Вы не могли бы хоть... Хорошо, давайте покороче. Можете сказать, что такое залог? Залог... Здесь нет ни одного юриста, поймите. Здесь люди, которые держат камеру, снимают кино, что-то с ним делают. Так, тогда надо переформатировать немножко. Нет, это очень мило, это мы читаем. Вы можете говорить про про Кои, не то с тематрисом. Можно там пояснить, что и значит залог авторских прав? Под залог. Вы заключаете договор, предоставляете авторские права на финаль использования фильма. Вид прав, предоставляемых, может быть, как исключительный, так не исключительный, может быть, отчуждение авторских прав. И под предоставление этих прав вы получаете деньги. Так понятно? А как мы потом продажа прав? Это типа... Залог на... Нет, на определенный срок. С последующим возвратом. И права вам возвращаются. Это вот если на пальцах. А проценты какие? Как залог квартиры? Нам все надо на... Как залог квартиры. Аналогия. Залог квартиры. Вы под залог квартиры получаете деньги. Потом возвращаете эти деньги и получаете квартиру обратно к себе. А проценты какие? Это уже будет устанавливаться между сторонами. Сейчас мы говорим только об общих принципах, что вот сейчас возможен залог авторских прав. Это очень важный момент. А как же мы будем возвращать деньги, если у нас права заложены, и мы продавать свои деньги, но не имеем права? Это будет определяться условия договора. Я вам сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Это сейчас только принцип введен. А вот вопрос по поводу первого пункта. Совместное использование результатов индивидуальной деятельности. Меры защиты может принимать каждое право в адресе. Поясните, пожалуйста. Вот допустим, мы вдвоем написали какой-то сценарий. И что дальше? Какие мы меры защиты можем принимать по отдельности? Но вы можете... Вот смотрите, я приведу пример, связанный с выкладкой в интернете, незаконной выкладки вашего фильма в интернете. Вот у вас два прообладателя. По закону вы в равных долях владеете правами на этот фильм. Да. Если раньше нужно было вам согласованно и предпринимать действия по удалению этого фильма из сети интернет, то есть от вам двоим, то теперь, независимо друг от друга, вы можете предпринимать какие-то действия по удалению этого контента из сети интернет. Скажите, пожалуйста, а государственная регистрация отчуждения прав это обязательный элемент или это возможный элемент? Это возможный элемент. Как я сказал, это по заявлению сторон. Если стороны решили сделать государственную регистрацию как перехода ну перехода прав это заключение лицензионного договора либо отчуждения прав так и самого объекта авторских прав это все регистрируется по заявлению сторон. Регистрирует рек палата? Кто регистрирует отчуждение? Нет, это это не рек палата, это сейчас федеральный институт не промышленной собственности Роспатент 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 Я уже это понял Я уже это понял Так Значит, смотрите дополнено гражданский кодекс заполнен еще одним положением вознаграждения при отчуждении исключительного права так называемое роялти если раньше у нас не было предусмотрено вознаграждение то есть в виде роялти это процентное отчисление за использование прав либо по периодам ну да по по периодам так называемой роялти Если у нас неформальная обстановка можно рассказать про все-таки прокатную историю из того, что это будет 90% Так это следующий просто Я вот сейчас из этих 176 пунктов я выбрал всего лишь 15 честное слово я старался сократить как мог еще один выводите все лицензиару предоставлено право на одностороннее расторжение лицензионного договора в определенном случае что это значит введено положение о том что если лицензиар не платит вовремя вознаграждение лицензиару то лицензиар правит в одностороннем порядке расторгнуть договор по передаче исключительных прав но при этом лицензиату предоставлено право в течение 30 дней погасить задолженность введена новая статья ответственности организации по управлению правами на критерной основе вы все знаете что у нас есть так называемые организации по управлению правами это организация управляющая правами на музыку в основном РАУ российское акторское общество так вот теперь введена статья по которой РАУ можно привлечь к ответственности за неправильное управление правами взыскать с нее убытки причиненные автором защита интеллектуальных прав по общему правилу при наличии вины нарушителя это общее правило раньше в гражданском кодексе нигде не было прописано что нарушитель авторских прав отвечает при наличии вины теперь это ввели но если нарушитель осуществляет деятельность коммерческую и нарушает авторские права тогда этот нарушитель отвечает по принципу так называемого без вины виноватый он отвечает в случае если не докажет что нарушение авторских прав произошло при стечении обстоятельств непреодолимых силы в данном случае конструкция построена таким образом что предприниматель отвечает не отвечает только лишь в одном случае в случае обстоятельств непреодолимых силы при этом нарушитель сам должен доказать что у него отсутствует вина нарушение авторских прав нет это не противозаконно у нас все устанавливается законами закон в данном случае установил именно такую конструкцию кстати говоря вот вы говорите противозаконно водители отвечают по такому же принципу без вины виноватый предполагается поскольку водитель владеет источником повышенной опасности он заранее уже виноват и здесь то же самое право авторов на вознаграждение при публичном исполнении произведения очень интересная поправка значит вы знаете что при публичном исполнении фильма при показе его в эфир при показе его по кабелю авторы музыкального произведения используемого в фильме имеют право на вознаграждение это имеется ввиду полное воспроизведение или частичное и начиная с сколько минут полное полное воспроизведение не поняла нет не все я говорю сейчас только лишь об авторах музыкального произведения которое использовалось в фильме смотрите о чем я говорю я говорю что при вот три случая показа помимо тех вознаграждений которые были уплачены автором музыки и автором слов при создании фильма при включении при каждом показе фильма платится отчисление рамки платится отчисление оно уже давно платится только теперь это закреплено в законодательстве это связано с коллективным управлением да с коллективным управлением так введена статья об открытой лицензии на использовании произведения литературы искусства то есть это можно просто в интернете опубликовать свое заявление что все могут в течение например 5 лет бесплатно использовать ваш фильм вот и фактически это и есть открытая лицензия то есть ты публично заявляешь о том что фильм можно бесплатно в любом источнике для показа для всего использовать вот это и есть отбитая лицензия она теперь закреплена в гражданском кодексе так я я немножко покороче не буду вам называть все законы которые внесены извинения вот закон номер 101 от 5 мая 2014 года очень интересный связанный с внесением извинений государственной с русским языком проще говоря для нас прокат да и нам тут больше случай нет нет вам здесь вам здесь еще нужно то что в кодексе об административных правонарушениях внесены статьи да ответственность юридических лиц до 200 тысяч штраф плюс приостановление деятельности до 90 суток так вот прокатное удостоверение ну это образец первые прокатные удостоверения у нас были введены постановлением совета министров номер 396 в котором были утверждены правила регистрации видеофильмов и что без прокатных удостоверений использовать фильм запрещается вот федеральный закон 101 также ввел что не допускается использовать фильм без прокатного удостоверения за исключением случаев показа по эфирному кабельному кабельному спутниковому телевидению специально созданного такого фильма и показа проводим на территории Российской Федерации международных кинофестивалей это вот два исключения когда не требуется прокатное удостоверение а как определяется статус международного кинофестиваля статус международного кинофестиваля не определен законодательно соответственно мы от гильдии Нигровой кино и телевидения в министерство культуры направили где-то неделю назад письмо в котором мы просим разъяснить как раз понятие что такое международный фестиваль то есть это фестиваль который просто себя назвал ну сейчас как бы определяется чем это в названии фестиваля есть там слово международный значит международный нигде законодательно не закреплено это понятие плюс опять же мы попросили разъяснить как этот закон вообще эти изменения будут относиться к показам например коммерческих фильмов которые созданы для показа ну просто по заказу сейчас фактически на них тоже распространяется эта поправка плюс опять же возникли вопросы по показам именно в государственных учреждениях например на защите проектов опять же закон требует в данном случае получения прокатных удостоверений на эти случаи то есть опять же это какие-то питчинги и прочее то есть это уже публичное выступление публичный показ и данная поправка как раз говорит о том что надо опять получать удостоверение опять же вот по фестивалям если не будет никаких изменений и объяснений что такое международный кинофестиваль то все фильмы которые сейчас поступают на фестивале тогда получается если они не зарубежные должны будут также иметь прокатное удостоверение что со своей стороны опять же мы как гильдия планируем сделать в данном случае насколько мы в общем-то поняли министерство культуры не до конца осознало всю плачевность этого мероприятия и готова в общем-то вносить какие-то изменения которые мы как раз планируем подготовить в общем-то лично пока некоторое скажем мое и некоторых людей мнение возможно просто дополнить его предложить дополнение этого пункта то есть указав что за исключением показов фильмов потом за исключением показа показов на проводимой на территории российской федерации то есть любых фестивалей не только международных также исключить оттуда коммерческие показы фильмов созданных по заказу и исключить также показы в рамках различных защит питчингов и опять же вопрос еще также с некими архивными фильмами и кинолетописями то есть созданных еще до скажем так появления закона о прокатных удостоверениях также предложить поправку по исключению данного из данного пункта плюс опять же мы планируем выступить с инициативой по упрощению процедуры получения прокатных удостоверений потому что сейчас возникает вопрос чуть я дальше возьму ну давайте а может ли гильдия инициировать вот так же включение в этот пункт за исключением студенческие фильмы потому что вот у нас сейчас проблема мы студенты в ГИКа и по сути наши фильмы которые уже отчасти приняли участие в каких-то фестивалях оказываются вне закона я узнавала ситуацию в ГИК соответственно у него просто нет таких денег физически чтобы на каждый фильм тем более уже созданный существующий получать прокатные удостоверения может быть там в дальнейшем министерство культуры будет выделять деньги и на вновь создаваемые учебные фильмы такие удостоверения будут получаться ну да но это как раз скорее относится к упрощению процедуры получения то есть выделить блок скажем так необходимых проектов ну и направлений скажем так то есть это может быть студенческие дебютные которые бы просто не облагались например государственной пошлиной и в более упрощенном порядке могли бы в любом случае государство ну требует да соблюдать там законы о русском языке о детях о защите информации то есть она в любом случае хочет смотреть отсутствие мата например там я не знаю еще что-то но оно может быть просто проще выдавать вот эти прокатные удостоверения потому что упрощение вот этой процедуры она просто придет к тому что последующие фильмы будут получать прокатные удостоверения а на наши уже существующие фильмы там 2012 2013 вот сейчас мы сделали диплом 2014 года по сути они просто лягут на пол потому что гигать не на вашу а на 90% пирового кинематографа ну да как раз на мой полуголь я пью да можно делать радикальные вещи я считаю извините да конечно давайте может дискуссию проводимся на сайте на нашем музейном форуме потому что как я сегодня говорил когда о дистрибуции забывают о том что хороший дистрибутор в том числе для негрового кино это музей государства и они кстати очень много показывают другое дело что никто от этого ничего не имеет потому что они не знают как это показывать грамотно к сожалению а документаристы в основном не рассматривают музеи в массе своей как такую площадку которая гораздо больше чем вот эти 130 клубов которые у нас здесь заявили потому что музеев у нас только федеральных на истории но это так апропорно значит здесь проблема вот в чем я думаю что все-таки сообщество нужно гудировать вопрос о том чтобы мы отказались от понятия прокатного удостоверения а ввели то что есть во всем мире профессионные категории значит если логика эта которая существует в Европейском Союзе и везде 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 значит есть всего две категории фильмов согласно нашей Конституции и праву в том числе на получение информации любой фильм если он не противоречит установленным нормам законодательства в том числе о мате и все прочее имеет право быть показан по крайней мере в возрастной категории 18 клубов все остальные возрастные категории естественно устанавливаются коррекционным комитетом который как правило во всех европейских странах никакого отношения к Минкульту не имеет это более того там нет кинематографистов в массе если вы знаете там только юристы педагоги социологи и они устанавливают именно исходя из защиты интересов детей что у нас все время проразглашается но на самом деле делается прямо противоположно они устанавливают эти самые прокатные категории таким образом любой закон любой фильм произведенный как на территории Российской Федерации так и в мире если его контент не противоречит уголовному законодательству и в этом случае уже идет ответственность по уголовному законодательству может быть показывать категория 18 плюс на территории Российской Федерации потому что нам придется вот если пойти по пути исключений нам такое количество придется вводить исключений что фактически начиная с того что большая часть фильмов существующих сегодня в дистрибуции на территории Российской Федерации которые являются по сути дела фильмами созданными в советский период за исключением Мосфильма и Союзмульфильма не переоформлены старыми прокатами удостоверений более того я думаю что те кто до возраста геноиндустрии те знают что до второго квартала 88 года прокатных удостоверений не существовало были разрешительные удостоверения а про разрешительные удостоверения не сказано ничего поэтому с точки зрения духа закона мы конечно предполагаем что это одно и то же но с точки зрения буквы закона это две разные вещи и нигде не сказано о том как будет регламентироваться показ хотя бы тех же самых классических советских фильмов то есть грубо говоря вот то что произойдет 1 июля кавказскую пленницу можно будет показывать потому что Мосфильм ее переоформил а короля мира нельзя будет показывать потому что с лентфильмом и с правами огромные проблемы да у кого они находятся и таким образом этот фильм становится под запретом я не знаю осознавали ли так сказать юристы государственной думы юристы милкульта у которых наверняка закон был на согласование юристы администрации президента что они наделали но по сути дела то что произошло с государственным преступлением поэтому если мы будем сейчас если мы сейчас займем позицию вот этого выбивания это просто мое частное мнение в данном случае я не как институцию представляю как частное лицо потому что все мы сегодня тем более выходной день я имею право публично в нерабочем время об этом говорить потому что если мы будем бороться за эти категории количество этих категорий будет огромным и самое главное эти категории ровным счетом которые получают льготы ничего принципиально не меняют в подходе который полностью противоречит конституции российской федерации поэтому мне кажется что здесь нужно идти по пути возбуждения дела в конституционном суде другое дело кто возьмет на себя эту инициативу если это будет гильдия союз не будет это понятно потому что да у союза все прекрасно у нас с одной стороны министерство культуры борется за свой логотип на книжном фестивале против фильма про подушку игречика с другой стороны вчера или позавчера я ничего против не имею вот эти двойные стандарты избирательное правосудие я сижу смотрю фильмы Брюса Ля Брюса который по большому счету такой вот гей-порно ну арт гей-порно и при этом написано при поддержке министерства культуры российской федерации просто один фестиваль это не Михалковский фестиваль другой Михалковский фестиваль вот это та ситуация в которой мы находимся если мы с ней будем если мы будем ее принимать как данность и выбивать права каждой категории там вот немножечко музей потому что на самом деле показ любой фильм в учебных целях это тот же самый публичный показ и для него тоже нужны прокатные удостоверения ну простите Дрейера вы не будете смотреть никогда он не получал здесь прокатные удостоверения и прочее и прочее конечно это в общем очень актуально в борьбе с матом где Дрейер и где мат поэтому просто мое предложение если мы действительно хотим инициировать какую-то общественную инициативу как мы это говорили музейному сообществу мы должны бороться против дискриминационных в данном случае по отношению ко всей киноиндустрии по отношению к культуре Российской Федерации закону который принят то ли вот в этом угаре принтера Госдумы как висившегося который просто уже запрещает все скоро запретит вы знаете наверное и кеды носить вот но либо-либо мы с вами ну просто окажемся в ситуации когда мы сами виноваты потому что в борьбе обретешь ты право свое права никогда не даются сверху позвольте мне сейчас одну секундочку позвольте мне вам напомнить о том что прокатное вот это 396 постановление Черномортир да его пытались уже раз признать да через верховный суд некий господин пряничников да мы все время этого ждали только там есть одна принципиальная в этом вот законе ну это была последняя уловка для нас там было разделение проката и показа теперь к сожалению у нас и прокат и показ приравнены а определение проката и показа очень четко дано в том же самом законе о кинематагоподдержке недорога Российской Федерации поэтому к сожалению сейчас идет резкое ужесточение закона ужесточение ужесточением я напомню я напомню вам про то что вот это вот постановление вводящее прокат индустрии пытались обжаловать оно дошло дело дошло до верховного суда верховный суд в тот момент сказал что да все правильно да все так должно быть поэтому сейчас если вы предполагаете вносить какие-то изменения связанные с отменой проката удостоверений то об этом необходимо помнить что верховный суд подтвердил правомерности так же и пересмотрит так что это это не правдой есть же еще конституционный суд я сразу сказал что я предлагаю не верховный а конституционный потому что это ущемление это первая часть в конце концов конституции российской федерации нет ну мне кажется мы все более-менее взрослые люди уже поймем что министерство культуры или там правительство не будет откатывать назад это все да и через конституционный суд вряд ли нам что-то удастся добиться да потому что опять же каждая там та же общественная организация она в любом случае имеет дело с государством да с ним как бы ссориться никто не будет поэтому все-таки более вероятный путь ну скажем так вот сейчас это добиваться каких-то включений ну дополнений скажем так в этот закон в любом случае мы подумаем над этим и ждем ваших предложений по этому поводу да девушка а вы только представляетесь пожалуйста что мы потом ну вы знаете как частные лица поэтому я тоже частное лицо я спустя я спустя я спустя я спустя я спустя я спустя говоришь так как-то красиво в общем во-первых хотела поддержать и сказать о том что если ничего не делать и ну как бы поймите даже если не верить что что-то получится мне считается очень важно создать такой прецедент потому что я уверена что есть множество людей каких-то организаций в том числе которые готовы поддержать но они точно так же сидят и думают пусть равно же ничего не получится так как бы создав такой прецедент мы как бы по крайней мере прогремим такой колокольчик и возможно кто-то на это как-то отзывется и ну это дело будет раскручиваться дальше потому что поправки это замечательно ну предположим они ведут эти поправки появится еще миллион этих категорий как сейчас там 0 плюс уже 2 плюс 4 плюс 8 с половиной плюс появится 16 минус там всякая ересь вот я надеюсь тут из министра структур никого нет я там частый гость часто ну очень часто получают удостоверения УНФ и все такое прочее оформляют присрочники и тут еще есть такой момент да что ну все все знают зачем УНФ сейчас мы чуть дальше я на слайде покажу на пальцах тут немножко сложно рассказывает на пальцах УНФ это для того чтобы получить налоговые бонусы точнее в обратную сторону да так вот не только это еще удущий на слайде мой вопрос субсидии государства да мой вопрос был с этим связан там написано по поводу исключений да вот правильно я понимаю что на данный момент если например у меня есть и я являюсь правообладателем если у меня есть договор с каналом то есть я его показываю только на телеке я его делаю только для телека то удостоверение прокатное не нужно нет не нужно а как это доказать что он только для телек для того чтобы продлить свои как бы бонусы налоговые получить бессрочную УНФ необходимо получать прокатное удостоверение Там и другая сложность, что в том случае, если вы являетесь производителем на телеканале, то вам не нужно. А если вы продаете телеканалу, то по внесенной норме уже непонятно. Идея вы тоже должны получать. Это же толкование закона. Это не написано. Нет, там все в том, что в этом договоре должно быть не все права. Это же следующая стадия. Ваш договор это следующий. Нет, если следовать букве закона, конечно, не прав, потому что там четко понятно, это собственное производство. То есть, грубо говоря, это закон о цензуре. Что все, что по цензуре, эфирное, кабельное телевидение, над ним мы знаем такой контроль. Правильно? Интернет-телевидение уже туда не входит. Они могут, ну, понятно, что телеканал сам для себя производит и показывает, как это не нужно. Как только вы вступаете, как производитель частный в любой организационно-правовой форме, в отношении какие-либо с государственным каналом, то, по идее, либо государственный канал вас съест вообще. Но каналы сейчас требуют все равно. Они там требуют прокатного удостоверения. А в министерстве, они уже в футболе говорят, а что вы пришли, вам не нужно прокатный. Я говорю, как не нужно, когда вы мне эфир не пустите. Это вот и есть то самое абсолютно бездумные внесенные слова, которые... Я вообще считаю, что получение прокатного удостоверения с первого числа будет пиар-акция каждого фильма. Вот вы не получили прокатное удостоверение. Анти-пиар. Вы ничего подобного, ничего подобного. Вы сразу интересны и для зарубежных прокатчиков, и для всего мира. А вот вы получили. А кому вы интересны? Не нужны. Понимаете, в чем дело? Поэтому вы должны четко поставить, что есть такая тенденция. И только вы. Я вот жду этого первого. Я не получаю прокатную удостоверение за фильм, который прошел нарез в нескольких международных фестивалях. Мистер пропаганда называется. Дождь прямо попадающий под этим. Вот пусть они не дадут. А мы дойдем до Европейского суда. Да, просто я не считаю, что это сложно, потому что вы совершенно правильно сказали. В общем-то, удостоверение прокатное получается исключительно ради вот этих вот 16+, 25+. То есть только они смотрят только на предмет цензуры, ля-ля-ля. И Тонь смотрит не все. Я принесла 12 серий. Точно такого нет. А соседнем зале там? Ну, поскольку, в общем-то, достаточно часто там хожу. Меня только уже посмотрели. Ой, 12 серий. Типа, смотри, ну, что там нормально все там? Ничего нет. Не-не-не-не, там ничего нет. А что там категория? Ну, 16+, ну, понятно. Ну, ладно, что взять-то? Гринвать тебе первую, седьмую и двенадцатую. Так, помимо Балбеев, меня интересуют практически, вот через сколько Минкульт обязан дать прокатное оружие по заявке и сколько за это надо. Да, да, совершенно верно. По ответчикам не Минкульт будет выступать. Потому что Минкульт вообще никакой ответственности по выданным категориям не несет. Ну, вот, да, непонятно, зачем они это вообще делают. Это рутимент абсолютно советской системы. Ну, у нас тут, на самом деле, была презентация, где все это объясняется, что там категория, да, лежит именно... Ну, я чуть дальше вам, вы сможете увидеть на экране и по категориям, и по УНФ, а сейчас у нас пока идет свободная беседа. Да, вот... Хочу, во-первых, представить. Мне так вот Татьяна Вещенская. Я являюсь руководителем издания «Синема Пек». Вот в аудитории наших читателей мы кинедиатры. И поэтому, как только 5 мая вышел вот этот вот так называемый закон о мате в простонародье, мы сразу обратили внимание на то, что это, в общем-то, не только закон о мате, но и закон о прокатном институте. Мы тоже проконсультировались с юристами, которые, в общем-то, занимаются юридическими проблемами в киноальянстве. Это организация, которая объединяет кинотеатры. И поэтому мы, естественно, смотрели не с точки зрения, допустим, производительского документального кино, а с точки зрения именно проката, или проката в кинотеатрах. И что мы там обнаружили? То есть вот юрист киноальянца, значит, дал нам небольшой комментарий вот в этом деле. И что оказалось? В общем-то, в принципе, для кинотеатров они и раньше прокатывали всегда с обязательным наличием прокатного института, потому что это записано было в правилах кино-видеообслуживания института. Они были приняты еще в 1984 году, слава тебе, Господи, их давно уже пора менять, но пока это так. И поэтому вот эти прокатки, они были обязательными только для кинотеатров. Вот я сейчас прям процитирую, как там сформулировано. Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения, запитает устанавливающего в частности способ использования фильма. Вот этот вот устанавливающий в частности способ использования фильма сейчас в данном прокатном удостоверении отсутствует. Нет, это не так. Там на самом деле... В новом он присутствует, в старом его нет. А вот новое, это какое? Новое, которое регламентом установлено Минкульта 2012 года. 2012 года. Вот там написано, например. Там есть категория. Категория театральной права, например, да? Да, разные. Все права, все права. Все права домашние, да. Но это не есть способ использования фильма. То есть на самом деле театральные права, это как бы нет узаконенное выражение. То есть оно не имеет значения. Нет у него определения за то, там много чего нет. Да. Если понимать, почитать, у нас разных смыслов даже употребляются регистры или реестр государства. В одном случае реестр, в одном случае реестр. Сейчас, если, например, скажем, любой интересант, а этих интересантов для кинотеатров существует море. То есть, например, скажем, участковый милиционер может прийти в кинотеатр и потребовать прокат. Абсолютно верно, это уже идет. Даже зритель. Кокуратура же уже приходила. Уже недавно, что, да, инсидент. Да, прокуратура вообще, как бы, это их святое, что называется. Но даже, даже обычный зритель может прийти в кинотеатр и попросить прокат не уже с доверения. И что, и там нет, и он, если, вот, скажем, ну мы, все климатографисты, мы знаем, да, что такое театральные права. Или, например, что такое все права. Вот иногда бывает пишут, все права, да? Вот. И это что, способ использования фильма? Да. Способ передачи... Ну вот вы это можете мне, вот я, например, просто... Нет, ну смотрите, вы не сможете мне это доказать. Гражданский кодекс же определяет, ну, перечень, какие права, фактически, ты можешь, да, передать. Нет, 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 способов действительно определенных нет. Вот. Это нигде, то есть театральные права вообще никак не... Я думаю, этого не будет никогда. То есть получается, что на сегодняшний день... Они же регламентом установлены, понимаете, они подзаконным актом установлены. Я не думаю, что будет когда-то закон, где будет объяснено, что... И в подзаконном акте не прописано, что такое театральные права. Сталкин и театральные права. Театральные права. Вот написано, театральные права. А простите, пожалуйста, а вы, может, сформулируете проблему или... Проблема заключается в чем? В том, что в данный фор, в прокатное удостоверение, даже вот выданное вот с 1 июля, грубо говоря, для кинотеатра может оказаться незействительность. То есть его можно оспорить в суре. То есть нужно менять вообще даже форму прокатного удостоверения. По крайней мере, так утверждают юристы киноальянса. И уже вот как бы эта проблема, соединенная еще с вашей проблемой, да? То есть сейчас вот и для кинотеатров есть проблема, и для, допустим, создателей документального кино, для показчиков просто вот студенческая кино. Там все это. Это собирается в достаточно большой вот такой вот пункт проблем, которые, в общем-то, наверное, можно как-то совместно решать. Да, я думаю, это хорошая идея обратиться также к юристам, которые говорили. Потому что вот это вот нужно совместно делать, потому что так вот по одиночке, как бы, вот каждая вот эта история, она как бы может быть отметена. Но когда вот это все вместе собирается, становится ясно, что просто вот этим вот законом действительно какой-то вредит. Да, мы с вами согласны, спасибо. А вот я, ну да, молодого человека отдохнула. Я бы, собственно, продолжить. Просто вопрос, существуют ли нормативы, характеристики, определяющие архивное кино. Это вот отсылает. То есть фильмы, которые закончены, ну, как бы вот, что значит архивное кино? Существуют ли нормативы, которые определяют это слово? То есть вот девушки говорят, они вот сейчас сделают кино, в 13-м году. В 14-м, например, весной. Это уже архивное кино? Вы немножко путаете здесь понятия. У нас есть закон об обязательном предоставлении экземпляра, документы, и закон об архивном деле. Вот согласно вот этим двум законам, фильм должен быть предоставлен в Госфильмофон в России. Или в Краснодарском. Здесь, уточни, нету. Есть. 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 Есть разделение. Разделение есть, я всегда был. Игровое кино, анимационное. Научно популярное. Ну да, да, да. Столбы. Так вот. Красногорск хроникально-документально. Подождите, они принимают на видео нацеление? Они принимают на профессиональном носителе. В том-то всё и дело. Что такое профессиональный носитель, определить очень сложно. Понятно? Диди, кто бы такая. Ну правильно, это они так определяют. Законом это не определено. Вот. А дальше начинает следующая история. Госфильмофон, насколько я знаю, в очередь на два часа. Ну да, 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 да. Госфильмофон, как я знаю. Давайте тогда, может, последний вопрос, и мы все-таки чуть продолжим, потому что есть идеи, которые хотелось бы донести. Я просто хочу частично резюмировать по мыслям, которые я высказала, и по мыслям предыдущих ораторов. Мне кажется, что помимо того, что действительно, мне кажется, этот закон имел бы смысл оскорить, но если никто на это не пойдет, главная его проблема – это то, что сливаются понятия проката и показы. Потому что то, что в Алгике происходит – это показ, то, что на фестивале происходит – это показ. И поэтому, в частности, я сейчас, конечно, только в свой частный случай могу рассмотреть студенческих фильмов. Естественно, они создаются не для проката, поэтому получение прокатного удостоверения выглядит абсурдно, но при этом предполагается, что они будут участвовать в фестивалях, то есть это своего рода наше портфолио. И, конечно, мы попадаем просто в такую черную дыру, то есть мы должны фильмы там снятые положить. Хотя вот в целом я все-таки поддерживаю мысль о том, что весь этот закон, он явно дискриминационный, если уходить от конкретной темы студенчества. И действительно, его, знаете, есть такое выражение, что стоит хотя бы попытаться. Но вот мне кажется, его стоило бы попытаться оспорить, потому что, пойдя на уступки сейчас, мы идем на уступки правдивости документального кино вообще. То есть, допустим, я должна говорить своему герою, для которого, у меня, кстати, не было в фильмах таких героев, но если бы у меня были герои, которые разговаривали бы матом, я должна была бы им сказать, говорите, пожалуйста, литературным языком 18 века. 18 века, да. Это абсурд, это абсурд, как бы, как сказать, это просто корень вот этой всей проблемы в том, что это уже просто будет тогда недокументальное кино, я считаю. Ну да, и по архивному кино как раз, может, Игорь подскажет? Нет, но я тут могу... Здравствуйте, Дюбин Игорь, мой архив на этот фильм, мы работаем как раз с Госфильмофондом в части архивных документальных фильмов, да? Я думаю, все это прекрасно помнят, но я вот акцентируюсь на этом, что раньше прокатные удостоверения подменяли закон об авторском праве. Они определяли, что вот эту часть прав получает, к примеру, совэкспортфильм, да? А вот по России занимаются ЦСДФ, да, или ЦНФ, показами своих фильмов. Это одна из функций. Да, это вот тогда было все понятно. Он на авторском праве был? Ну, он был, но основное все-таки... Он был очень жестким, кстати. Не буду сказать, да? Не было паблик домейна в Советском Союзе. Ну, тем не менее, это было такое государственное регулирование собственных прав, не было особенно вот там частных киностудий, где они были, да, их не было. Вот оно так регулировало свои взаимоотношения, да? С 93-го года, когда появился закон об авторском праве до принятия кодекса, несколько позиций прокатного удостоверения пошатнулись. Оно помогало на тот момент определиться, где фильмы... Вот уже ты получил прокатное удостоверение на старый фильм, значит, это твой фильм, да? Потому что там началась некая неразбериха, кто правообладатель. К примеру, киностудия, которая произвела фильм, или гост или радиофонд, да? Вот тут вот такой независимый арбитр был прокатное удостоверение. Вот. Спустя время эта функция... Все уже там распределили свои права потихоньку, и эта функция тоже утратилась. По моему сугубому мнению, помимо регулирования вот театрального показа, основное прокатное удостоверение, это государство говорило, на те фильмы, которые мы оплачиваем, там, ну, будьте добры, пройдите нашу комиссию, получите удостоверение, да? Все. Вот. Частные фильмы по заказу телеканалов, и так далее, и так далее, давно регулировались законы об авторском праве, ну, там, какие-то цензурные соображения, пожалуйста, да? То есть, ну, это уже телеканал разрешал, что-то пропустим. Вот. Здесь неожиданно возвращается функция надзора за всеми фильмами, да? То есть, на любые виды использования, ну, условно, да? Там осталась маленькая доля, там, интернет-прав, но до нее там тоже быстро доберутся, тогда все вообще ляжет, да? Там видео с мобильника уже скоро в инкуле надут. Соответственно, зачем Министерство культуры неожиданно взяло на себя функцию регулировать все фильмы вообще, да? То есть, если в каком-то там, не знаю, небольшом городе, небольшая студия для своего же небольшого канала делает фильмы, хочет там показать, да? Ну, пусть им там этим занимаются, да? Придут их по заявлению зрителей, кто-нибудь оштрафует когда-нибудь, да, если они переборщат, да, и все. То есть, я надеюсь, что, может быть, произошел сбой на уровне желания регулировать фильмы, которые они же сами финансируют, ну, как бы, вот на них сильнее воздействует, да? Вот. И тем, что вышло, так сказать. Вот вышло, все, да? Поэтому одна из позиций, по которой можем попробовать напомнить о том, что попали немножко не туда, это уточнить цель. Цель все-таки регулировать те фильмы, которые вы сами же финансируете, и плюс те фильмы, которые показываются в кинотеатрах, чтобы у нас, вот, особенно нежный зритель не пострадал, да? То есть, вот. Давайте не будем правительство пускать на показы. Мало, он же нежный. Либо вы действительно хотите получить себе заявление от всей страны, от всех мало-малески производящих компаний на каждый свой продукт, который они пытаются хоть где-нибудь показать. Все знают бюджеты, кто сталкивался с показами региональных телеканалов, которые, ну, в лучшем случае, что-то платят. А иногда это самое. То есть, теперь, чтобы донести, это я про документалистику, да? Документальный фильм для региона надо будет доплачивать еще больше, да? Потому что стоимость получения этого удостоверения начинает, ну, как бы, балансировать. Вот, кстати, странное. Может быть, там я что-то запамятовал, но я совершенно точно помню ряд документов там 70-го года именно с формулировкой прокатного удостоверения. Потом там неожиданно оно опять разрешительное, потом опять прокатное. Там был период, когда они были нормальные, то есть и очень старые. Я не уверен, что это действует, даже если оно так называется. Там еще одна категория фильмов, которые, например, для документалистов, я так понимаю, что здесь много документалистов, очень важны. Это кинохроника, на которую вообще никогда, никаких разрешительных удостоверений и прокатных не было. Нет, то, что пригод на все... Нет, 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 нет. Вот то, что называлось кинолетопись в Советском Союзе, которая предназначалась для публичной демонстрации... Мы все знаем, с чего начался Красногорский киноархив. Давайте не будем делать вид, что он про кино. Он про другое. Изначально был. И поэтому там очень много хроники, в том числе снятые у нас и кинолетописи, которые никогда не предназначались для публичного просмотра. Другое дело, что потом какие-то ее части входили в те или иные произведенные документальные фильмы, выпускаемые студией. Но сейчас... Нет, на самом деле, основная часть Красногорска, если говорить, то есть помимо остатков от монтажа, нулевая летность, это всевозможные киножурналы, новости, неросоветский спорт. Тут даже входились часто элементы кинолетописи. Да, вот эти знаменитые проезды по Москве, когда кинолетописиемали, которые очень часто сейчас используют то же самое в телевидении, в фильмах. Вы в данном случае, вы же должны будете правильно оформлять права на это, а права вы можете оформить на свое уже аудиовизуальное произведение только в том случае, если вам передают оттуда с полученным там прокатным разрешительным удостоверением. А на них никогда их вообще не было. Это даже не подразумевалось, что они... Вы извините, я с вами не соглашусь немножко. Вот этот Красногорский вот этот архив, у него, как правило, прав нету на эти. Я же не про это, я же про другое говорю. Вы меня не слышите. Прав нет ни у одного архива, и у Госфильмофонда. Совершенно верно. Я про другое говорю. Дело в том, что в нашей стране, это я вот как историк кино вам говорю, абсолютно в данном случае ссылаясь на опыт всего нашего цеха. На протяжении десятилетий в нашей стране существовала кинолетопись, которую делал ЦСДР. Это фильмы, это хроника. Потому что тогда, вот у нас сейчас законодательно, фильм и аудиовизуальное произведение приравнены. Фактически получается. То есть определение фильма находится в законе о поддержке кинетографии Российской Федерации, и там написано, что это сложное аудиовизуальное произведение. А сложное аудиовизуальное произведение определено в Гражданском кодексе, в котором есть вообще любая движущаяся картинка. Ну так, грубо говоря. Вот огромное количество движущихся картинок, которые являются частью кинолетописи. И когда-то, кстати говоря, в том же самом постановлении 93-го года, понятие кинолетопись еще оставалось, потому что оно, судя по всему, его переписали просто из старого советского законодательства. Значит, это действительно, это десятки тысяч метров хроники, снятые, как правило, ЦСДФом, или еще до ЦСДФа различными студиями, начиная с Межрафома, где просто есть хроникальные съемки, которые никогда не предназначались для выпуска в прокат. Поэтому ни разрешительных удостоверений, ни прокатных удостоверений, ни каких-либо других произведений, разрешений, эти съемки не получали. Но вместе с тем эти съемки используются документалистами довольно активно, потому что вы, когда приходите в Красногорск, вы отсматриваете хронику, а не только фильмы, которые были на основе этой хроники произведены. Я тогда не совсем понимаю, зачем вам прокатное удостоверение на использование хроники при создании нового фильма? Подождите, а вы же должны, вы же в данном случае при создании нового фильма должны получить разрешение, адаптер, на все составные джазы. А прокатное удостоверение здесь при чем? А как вы получите? Нет, я имею в виду на хронику. А как вы получите? Права получаются по договору. С кем? С правовладателем. Нет, Красногорский архив вам не передает права. Красногорский архив он не может передать. Разрешение, ну я вот вам говорю, как музейщик и как, понимаете, это вот развлечение вечного права и авторского права. У нас у всех есть, так сказать, вечное право, и практически нет авторских прав. Кстати говоря, еще одна очень интересная в этом случае коллизия. Как быть с произведением, перешедшими в паблик-домы? Значит, все мы знаем стандартную формулировку того же самого разрешительного прокатного удостоверения. Значит, прокатное удостоверение утратило в силу в связи с переходом фильма в общественное достояние. А сейчас получается, что без прокатного удостоверения никакой фильм показывать не имеешь. Показывать, а права-то получить можно на использование из хроники. А вообще фильмы для чего создают? Какой смысл создавать? Нет, ну, больше хроники не хотите показывать? Продолжим. Вам надо купить право на использование хроники. Я, например, как музей, в том числе показываю хронику. Согласен. И многие музеи, многие музеи Российской Федерации показывают хронику, не оформляя ее в самостоятельный фильм. В любой музей зайдите, начиная от музея современной истории исторической и заканчивая региональными, которые используют региональную хронику, точно так же снимавшуюся без получения. То есть мы, на самом деле, этот закон, он убивает все, всякую жизнь. Любое движущееся изображение сегодня требует получения программы. Ну да, мы поэтому и собрались. Почему я и говорю? Вот это вот, вот это вот, позиция, если наша будет сформулирована, давайте, значит, лоббировать интересы студентов, интересы музеев, интересы производителей, мы уйдем в никуда. Мы должны лоббировать интересы киносообщества, которые являются частью культурной, вообще жизни страны и все. Да, это тоже вариант. Я могу предложить одно. Исключить выдачу прокатов, застырений для документальных фильмов, кинохроники. А с игровыми, подождите. А игровые они отдельно, они к вам не отстанавливаются. А что с очка, это тоже огромное количество. Давайте, пожалуйста, продолжим. У меня вопрос про еще один тип контента. Мы показываем прямые трансляции спектаклей из других стран. Охватывается ли законом вот такого типа контента? Прямые трансляции спектаклей? Спектакли из других стран. А вы право имеете показывать? Да, имею. Вы получили это право? Право у нас есть. Нам нужно ли получать прокатное удостоверение? Прямые трансляции, это... Это, конечно, показ. Это не произведение. Это запись спектакля. Это бывает трансляция прямая, а бывает еще и запись подводной трансляции. Ну, запись и прямая трансляция. Не будет. Ну, это же не является произведением как таковым аудиовизуальным произведением. Там не должны. Запись. И прямой трансляции просто они. Они исключаются этим записью. Исключаются. Прямой трансляции не нужно получать. Мне кажется, не надо трансляции. Так. Перед этим были слайды, связанные с удостоверением национального фильма. Пока мы обсуждали Косногорский архивис. Может, можно вернуться? Никто же не видел ничего. Никто же не видел? Ну, конечно, нет. Нет, нет. Потому что было до этого, тоже никто не видел. Давайте, может, мы прям вкратце дорасскажем, скажем так. Опять же, мы все-таки планировали не только дискуссию вот эту организовать, а, скажем так, рассказать про... Ну, вкратце, да, какие-то основные понятия. Я думаю, все-таки, конечно, многих может это будет раздражать, но это надо, да, определить... Все-все ультра, на заявителя. Да. И вот прям вот совсем быстро, вот, скажем так... Вкратце. Вкратце. Самое главное, вам нужно запомнить, что есть административный регламент Министерства культуры. Вот на сайте Министерства культуры, зайдя туда, вы увидите, и кто может быть заявителем, и какие документы нужны, в какой срок выдается прокатное удостоверение. Документальный фильм, и героиня, например, она там два раза снигнулась, она курит в кадре. Но это основополагающий, например, кусок интервью, я не могу его удалить, запикать и так далее. То есть я уже заведу... А дело в том, на что будет направлен фильм, вот когда будет оценивать комиссия при выдаче прокатного удостоверения, вот этот фрагмент, да, на что будет направлен весь фильм. Если этот фильм направлен на на формирование отрицательного отношения к наркотикам, да, то... У меня героиня, то есть если она курит, она даже у вас в лоху, в принципе. То есть если это хороший человек, она не может курить. Точно. А я вам скажу такую вещь. В свое время выпускали диски с... Не помню название фильма, но на диске был нарисован нарисован лист марихуаны. Пришла полиция и говорит, вы пропагандируете распространение наркотиков вот этим диском. И здесь, здесь может быть аналогичная ситуация. Вот будут оценивать, на что направлен вообще ваш фильм. Прошу обратить внимание на... Да, расскажите поподробнее. ...подзыв прокатного удостоверения. Но нарушение правил оформления и выдачи прокатного удостоверения это понятно. Это было и в 396-м постановлении, и сейчас в 101-м. Вернее, в регламенте Минкульта. А вот последнее неуведомление Минкульта о совершении сделки по передаче прав в течение трех дней со дня ее совершения, это из 396-го постановления правительства. Она до сих пор действует. То, что сейчас Минкульт не обращает на это внимание и не отзывает прокатного удостоверения, это не значит, что у него нет такого права. А что это значит на практике? На практике вы заключили лицензионный договор, вы обязаны уведомить Минкульт о совершении сделки по передаче прав. То есть заключение... Ну, это права на показ? На показ, на отчуждение, любая сделка. Например, с кинотеатром договора, да? Любая. А можешь вопрос? В данном случае нет разницы все-таки? Сейчас же разделили выдача лицензии и передача прав непосредственно. Это два разных понятия, да? Вот может быть как-то это регулируется? Нет? Может быть, это просто имущественные права? Вот когда ты права передаешь именно целиком на фильме, это одно, а выдал лицензию... Здесь имеется в виду передача прав, именно прав, использование произведения. Нет, ну вот я выдал лицензию, я же не передал свои права никому. Я дал лицензию. А это использование? По закону это использование прав? Ну, не передача прав. То есть все-таки это просто выдача лицензии. Нет. Вы разрешите... Лицензии вы разрешаете вашему контрагенту использовать права. Да. Правильно? Но я не передаю их. Они остаются... И тем самым вы передаете ему не исключительные права. Да. Ну, я не... Смотрите, я... Я сделаю... Я сделаю проще. В Гражданском кодексе есть определение лицензионного договора, по которому лицо передает, либо обязуется передать права на использование. Вот здесь вот передача прав. А как выглядит уведомление вообще? Как выглядит эта процедура? Ну, его, в общем-то, мне кажется, никто и не подает никогда и не подавал. Нет, ну вы просто сюда включили, как бы... А это является основанием. Это бумага. Сколько в ней страниц? Я думаю, просто в свободной форме. В свободной форме. Вы обязаны уведомить Минкурт. По совершению дела. На какой-то конкретный адрес это что-то копит? Ну, почту можно. Министерство культуры, Малые Гнездяковские, Преулах. Ну, либо в самом департаменте. Удостоверение национального фильма. Вкратце про обосновление, опять же. Да. Потому что, кто... Когда признается фильм национальным, помимо вот этих оснований, фильм может быть признан национальным, когда фильм создается с участием иностранных организаций. То, что интересно, то, что теперь в фильме не используется нецензурная брань, теперь нельзя признать фильм национальным, вот это и поинтересно. По этому основанию, да? Значит, если я правильно понимаю, два разных вида удостоверения, национального и ненационального. Нет, нет. Нет, а как с иностранными фильмами? Им же тоже получить удостоверение перепоказа. Национальный фильм, вот в самом начале было, когда продюсер, гражданин России или юрлицо, зарегистрировано на территории России. То есть, изначально получается, что иностранный, фильм иностранного производства, он не может быть национальным. Не получает удостоверение национального фильма? Нет, тем же сказано, что есть два вида удостоверения, да? Удостоверение один вид. Прокатное есть и национальное. Одно прокатное удостоверение, то просто получается прокатное и все. УНФ, правильно, раньше говорили, для чего нужен УНФ? Это льготы плюс государственное финансирование. Два. Два основания, все. И, соответственно, иностранный фильм, он не может получить УНФ. Это сделано для того, чтобы иностранный кино не делал регламент. Да. Здесь, в регламенте, также, который имеется на сайте Министерства культуры по выдаче удостоверения национального фильма, все расписано. Срок исполнения функции 10 дней, 7 дней рассмотрения документов, с датой регистрации документов, и выдача удостоверения национального фильма. Приостановление выдачи и отказ выдачи аннулирования фактически те же основания, что для проката на удостоверение. Вот льготы преференции. У нас ранее было много, на сегодняшний день осталось их совсем чуть-чуть. Это первое. предоставление государственной поддержки в виде государства финансирования либо субсидирования. Я к этому пункту просто как раз еще хотела добавить, что та же гильдия неигрового кино, она сейчас получает от Министерства культуры, может получить финансирование международного проката, например, фильмов. И в данном случае Министерство культуры будет поддерживать и выдавать данные субсидии только на национальные фильмы. То есть вот зачем, например, надо получать вообще это удостоверение национального фильма. Соответственно, вот все вот эти субсидии и на прокат, и на показ и прочее тоже выдаются там тем же Министерством культуры только на национальный фильм. Ну, ну, и многие сейчас люди, которые выходят на фестивали зарубежные с нашим неигровым контентом, как раз мы сталкиваемся с тем, что у них нет национального фильма, мы не можем, например, выделять, ну, как гильдия, им компенсировать проезд, проживание автора, выделять деньги на субсидии, фильмоматериалы, поэтому, конечно, желательно, да, то есть, вот они сейчас срочно начинают оформлять эти УНФ, но это вот как один из, скажем так, бонусов в том, что их надо, например, получить. А оно стоит денег? Получение удостоверения национального фильма не стоит. Не стоит. Проект удостоверения 2000 госпошлина. Ты собираешь пакет документов, который вот ранее также мы пролистали, в общем-то, есть порядок получения, и, ну, как формально они стоят денег, необходимо сдавать фильмоматериалы в Красногорск, что стоит денег, скажем так, то есть подготовка битакама, запись на битакам, ну, перевод, да? Битакам это единственный профессиональный носитель, который они принимают? По регламенту Красногорска они принимают битакам. Диджи. Нет, битакам. диджи ждал битакам. Сейчас иждикам. Ну, да, сейчас иждикам матч. Но это, если господдержка на этот фильм, то там, смотря, что у тебя в приложении там определено, например, там перечень исходных материалов для сдачи. Ага. Я хочу еще добавить, для чего нужно получать изготовление национальных фильмов, чтобы участвовать в национальных фестивалях. То есть на Кинотавр «Оксодвижение» тоже принимают только с ума. Ну вот, значит, еще один не только для того, чтобы получить голосов. А еще такой вопрос. Фильм снят, при господдержке, все как бы сдан, получен прокат индустрии. Зачем нужно получать бессрочно? Ну, чтобы чисто получать тогда льготы по НДСу. если у тебя не упрощился. Нет, так вы дальше. А можно я извиняюсь просто? Да, расскажу. Спасибо, очень активно. Я потом к вам обратимся. Бессрочная, потому что вы отдаете фильму дистрибьюцию. Это уже показ национального фильма получается. И в данном случае то, что выручку, которую вы будете получать, она не будет облагаться НДСом. Вот так. То есть 145-я статья налогового кодекса. Да, вся дистрибьюция у вас уже будет не облагаться НДСом. Если вы не находитесь на упрощенке, то для вас это выгодно и хорошо. А если с упрощенкой? А если с упрощенкой, то, в общем-то, да. Все равно ты и так НДС никак не платишь ничего. Все это вот к тому, что опять же много вопросов действительно по этому моменту. А 9% чего вы хотите включать? А это вот по закону такое есть. 9% чего? Включать все бестоимость кинопродукции до 9% смертной стоимости фильма. Это включать страхование. Пропущено, да. Включать расходы на страхование в себестоимость действительно пропущенного слова. Вот я немного, может, Олег Гербович пояснит, что такое разрешается применять договорную вот эту форму оплаты, что она такое... А почему остальным не разрешается? Нет, остальным тоже разрешается, просто это закреплено в регламенте. Я цвятую гражданские правовые договоры. Ну да, гражданские правовые. И так все же заключают. Так, ну, кратенько. По возрастному цензу, дальше. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что категории фильмы производитель и распространитель проставляет самостоятельно. По критериям. По, да, по критериям. Минкульт там расписал по каким категориям какая информация относится. И, соответственно, при выдаче прокатного засверения он проверяет фильм на соответствии вот этим категориям. Так, это информация запрещенная для распространения среди детей. Их всего лишь 8 пунктов, но довольно широкая. Так, и... Вопрос по поводу милициональной брани. У вас еще вопрос встанет. Когда я задавала в министерстве этот вопрос, да, ну, как бы там помните непонятно, что дом на полку и все такое. Но считается ли сатирка звука, то есть когда слово пропущено, они не смогли ответить на это вопрос. Это вообще не считается нецензурной бранью. Как раз, ну, вообще, есть единственное, тоже мы направили разъяснение, что такое для министерства является нецензурная брань. Потому что вышло пока, в общем-то, единственное некое разъяснение, которое подготовил ряд органов, где как раз говорится, что это четыре слова, там, на хп, там, ну, то есть если слово полностью терять, то можно. Вот, но, да, это именно использование, то есть если ты запипикал, то это уже фактически не используется. Ну, ты там сам догадываешься, что это такое. бранные слова, фактически нецензурная бранные слова, да, то есть ты фактически богатая фантазия, или там глоток, как раз здесь понятие, что такое нецензурная брань, а есть что такое бранные слова, да, то есть ты фактически бранные слова, ну, как бы, которые не попадают, видимо, под вот эти четыре категории, возможно, еще можешь иметь право использовать. Нет, ну, у меня есть на х и на п, ну, фи, понимаете, они запипены, но там первая буковка, там, например, х, она как бы звучит, и как бы я понимаю, что, в принципе, дальше последующие буквы пояснять не нужно, там просто идет фи. Оно вполне как бы читается, что там, ну, как бы не очень красиво. Могу вас огорчить, это будет на усмотрение от чиновника. А это именно уже усмотрение от чиновника. от чиновника, что ей выдадут, например, прокатное удостоверение, решат, что все окей, все в порядке, ничего там не узнаете, все нормально. Она пошла, например, показала свое кино в кинотеатре, и особо трогательный зритель, пришел и сказал, что такое, я знаю, что там за слово, и проблема будет у нее. У нее, совершенно верно. А здесь я хочу... Проблемы будут у нее, а не у министерства, которое выдало это прокатное удостоверение. от чиновника, скажем так, который принимает этот фильм. Потому что, скажем так, вот четкого же нету печени, что нельзя, что можно. То есть, есть фактически некие определения, что если читается там со всем, то, значит, и есть. Нет, но мне не со всем. Если применить фантазию, то когда звучит пик, то там обязательно какое-то митцузо. Внимание сразу привлекает. Если кто-то узнает это слово из зрителей, пожалуйста, нельзя, то ты попала. Так, административным кодексом у нас установлена ответственность за нарушение установленных требований распространения информационной продукции и за нарушение установленного порядка распространения. Там санкции от 2,5 тысяч до 100 тысяч рублей для юрлиц опять же с административным приостановлением до 90 суток и конфискацией предмета информационной вот этой продукции. А этому вопросу у меня потом будет. Вопрос. По поводу коммуникации? Работу с архивами Игорь Дюбин рассказал. Добавить, что все-таки конечную ответственность несет пользователь за использование какого-то фрагмента взятого из того же архива в своем фильме. в любом случае правомерно использовать объект авторского права на основании договора. Договор должен быть. И вспоминайте о том, что у нас срок охраны авторского права составляет 70 лет начиная с 1 января года с последующего за смертью автора. Вот когда объекты перешли в паблик демейт, то есть в общественное достояние, вот тогда вы можете использовать без договора. Все остальное только по договору. Исключительные, не исключительные, часть, фрагмент, 3 секунды, 10 секунд. Все по договору. Мы сейчас касаемся документалистики в основном. Это ЦНФ, ЛНФ, ЦСД, Цвердловская студия и другие киностудии. Немножко особняком стал с самого начала Гостелерадиофонд, которому были переданы телевизионные передачи и вся ТВ-продукция архивная. В таком виде оставалось до 2001 года, когда началось реформирование кинематографии отрасли. Все киностудии обозначены здесь, это гораздо большая перечень, я указал только самые крупные студии. Они попали под реорганизацию, а именно разделение на производителя и Фильмофонд. Таким образом, после 2001 года, в течение нескольких лет, каждая из студии практически, есть свои исключения, мы не будем на них останавливаться, разделились на Фильмофонд, студии, которые перешли права на произведенную ранее хронику, и уже новую студию, которая занималась производством. В 2009 году государство решило и эту часть реорганизовать, а именно соединить все Фильмофонды, которые были разрознены, распределены по стране, в объединенную государственную киноколлекцию. Эта киноколлекция вобрала в себя фактически всю документалистику, имеется ввиду кино, что, опять-таки, гостребный радиофонд все время жил отдельной жизнью. Туда же вошли студия Горького, Союз Мультфильм и многие другие студии, Диафильм, даже вот такие коллекции. Особняком остался Мосфильм, то есть он стал самостоятельным правообладателем. И эта ситуация фактически всеми правами управляла ОГК, которая к 2013 году тоже фактически перестала существовать, ее полностью присоединили со всеми правами в Госфильмофонд Российской Федерации, который является единственным фактически правообладателем на все вот эти студии. Красногорск он находится в другом ведомстве, ну то есть по линии Министерства культуры, Госфильмофонд у нас отдельное ведомство, поэтому про это просто не надо забывать, если вы используете копирайты студии, которые я не беру на любую летопись, ее все-таки по нашему мнению использование достаточно свободное, а если это хроника из фильмов, на которых стоят копирайты советских студий, то тут надо разбираться, либо это в ГТРК теперь, потому что Госфильмофонд у нас тоже ликвидировали и присоединили, либо в Госфильмофонде России, то есть вот, ну, Мосфильм еще, отдельная история, но тем не менее, это вот один из двух правообладателей, это точно, то есть, ну, какой бог. Незаконный требовал правообладатель, незаконный, объясняю вам, секундочку, секундочку, вот я работаю на одной из этих студий, я работаю, создал произведение, и имею, обладаю правами, как служебное произведение, использовано, но им, я права не передавал, авторское право неотчуждаемо, либо они должны купить, и вот, уважаемые студии берут картину, допустим, Центр научфильма, и ее переделывают, а вы купили авторское право у создателей или и наследников? Понимаете, в чем дело? Вы немножко путаете. Не путаю я ничего, авторское, это первичное право, я заключал договор, есть имущественные права, есть неимущественные права, вот об этом и идет речь, да, об этом и идет речь, что это все, к сожалению, когда были в фильмотеке студии, все было чисто. Я просто хочу добавить, что, да, нетфильм сейчас, какой ресурс, у которого есть и оцикровка материалов, и права именно от Госфильмапонда выданы, поэтому, если через прагменты, и часть студий, поэтому, если приобретаются, например, фрагменты с помощью сайта, то приобретаются сразу и права, фактически. Ну и опять же, почему мы вообще вставили эту презентацию, насколько я понимаю, сейчас внутри Министерства культуры ведется некая работа, и возможно, скоро дополнительно к музыкальной справке будет добавлена справка об использовании фрагментов произведений. ну, важно очищать права на всю, там, хронику, чужие произведения и прочее, и если это ведется вправка, то еще больше усложнит жизнь, скажем так. Вы создаете фильм. Продюсер заказывает музыку специально для включения ее в фильм. По Гражданскому кодексу при создании сложного объекта авторские права на музыку в данном случае будут принадлежать продюсеру по договору отчуждения авторских прав. Если музыка для фильма не создается специально, значит, необходимо заключить договор либо с право обладателем, если вы знаете этого право обладателя, либо, опять же, возвращаемся к РАУ, Российское авторское общество. Придя в Российское авторское общество, вы можете, вернее, вы заключаете лицензионный договор и заплатив некую денежку, можете использовать эту музыку в своем фильме. Брать из интернета просто музыку, вы рискуете получить иск за незаконное использование музыки, потому что у вас ничем право использовать эту музыку не будет подтверждено. так, здесь я вот эта страничка это из постановления Совета Министров от 1994 года о минимальных ставках авторского вознаграждения. Касательно фильмов за использование музыкальных произведений в фильме установлено минимальное обращаю внимание, это минимальная ставка при платном для зрителей просмотре 3% за все произведения, при бесплатном для зрителей просмотре 0,5% от суммы дохода плательщика. Вот здесь на следующем сайте вы увидите примерные ставки вознаграждения, которые разработала РАУ. Ну, я здесь часть только взял, чтобы было наглядно понятно. Вот, например, на железнодорожном транспорте 0,5% от дохода выручки от продажи поездных билетов. Насколько я понимаю, в стоимости билета ведь не только заложена стоимость просмотра фильма в купе на экране, там же еще и обслуживание вагонов, и проводников, и тому подобное. Если вы сможете доказать РАУ, что неправомерно рассчитывать 0,5% от продажи от суммы билета, тогда вы сможете существенно снизить отчисления за использование музыки в аудиоизуальном произведении. Я бы хотела просто добавить, что это именно говорится о том, о той выплате композитору, которая уже производится после того, как фильм сделан, при каждом показе. И надо понимать, что этот показ может быть... То есть при дистрибьюции фильма как раз возникает проблема. То есть его, например, покупает РЖД для показа в вагонах. Значит, РЖД запрашивает у нас музыкальную справку, и он обязан выплачивать композитору, например, 0,5% от дохода от продажи проездных документов. То есть поэтому тут суть, что надо смотреть именно внимательно договора, потому что компании-дистрибьюторы сейчас пытаются снять с себя эту обязанность, переложить их, например, что они не выплачивают каких-то дополнительных вознаграждений, и что студия-производитель должна выплачивать эти вознаграждения. И тут достаточно рискованно соглашаться на такие договора, потому что именно кто осуществляет показ, тот и обязан производить вот эти перечисления композиции. композиторам, а с 1 июля всем авторам музыкального произведения. Да, с 1 июля 2014 года не только композиторам, но и автору слов. То есть если телеканалы регулярно выполняют, то помимо них еще есть интернет, ЖД и прочее, то есть интернет-компании как таковые не хотят выплачивать композиторам, и они пытаются впихануть это на производителя. Ну, в общем, надо просто внимательно читать договоры. Простите, можно вопрос? Вот я сегодня как физическое лицо заключила лицензионный договор с автором музыки и текста. Договором не предусмотрены авторские выплаты. Он безвозмездный, бессрочный, ну, вообще бесплатный. Такое можно? Вы как физическое лицензионный? Как физическое лицензионное? Да, такое можно, может быть. Как юридическое лицензионное? Между физическими лицами возможно заключение такого договора. С 1 октября 2014 года наступают поправки в гражданский кодекс, которым прямо предусмотрено, что между отчуждением исключительных прав между юридцами безвозмездно запрещено. Это с какого? С 1 октября 2014 года. Это отчуждение. Отчуждение. Лицензионный договор, заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии на территории всего мира и на весь срок авторских прав между юридцами запрещено. А если за символический 1 рубль? Тогда пожалуйста. Ну, это не лучшая цена будет. А между физическими разрешено? Между физлицами разрешено. А физлицо и индивидуальный предприниматель вы здесь ставите? Индивидуальный предприниматель по например по ответственности за нарушение закона о мате приравнивается к юридическому лицу. Не, ну мы не про мат говорим, вы говорили про музыку. По гражданскому кодексу индивидуальный предприниматель приравнивается к юридическому лицу в части прав и обязанностей. Можно еще вопрос? Если я, производя фильм на ВГИКовской учебнике на студии, просто вот мне подруга со звукорежиссерского факультета написала музыку, безвозмездно ее передала для использования в фильме. Этого достаточно? Или нам нужно как-то официально оформить отношения, опять же, мне с ней, или нужно ВГИКу с ней оформить, что в этом фильме я имею право использовать ее музыку? Вам с ней необходимо оформить письменный документ, то, что она вам передает безвозмездно авторские права на использование в этом произведении. А про продюсеру мне надо, должна написать? Нет, простите, а вы в этом кто? Я студентка, которая, как бы, мы заключаем с ВГИКом режиссер, да. Режиссер, а продюсер у вас? В ГИК, тогда с ВГИКом. То есть ГИК должен заключиться договор, последствия на вот этот лицензионный документ? Ну да, лицензию с ней... Исключительный, не исключительный, там вот уже между собой... Это для чего нужно? На сегодняшний день у вас хорошее с ней отношение, да, а завтра они испортились. И у нее тогда остается возможность привлечь вас за незаконное использование ее объекта авторских прав к ответственности. Там же еще бывают во ВГИКе очень хитрые вещи. Некоторые люди, студенты, делают свое собственное произведение и ставят копирайт за свои собственные деньги, не пользуясь ВГИКовскими услугами. Есть разница. А есть учебное произведение, где копирайт ВГИК стоит. Здесь очень хитрая вещь. Я очень много студенческих работ видел, где авторские права принадлежат студенту. Вот он все снял на свои собственные деньги. Ну, он вправе. Давайте, по-моему, ВГИКовск, у нас время уже подходит к концу, прям в последний раздел. Мы коснемся, буквально чуть-чуть коснемся вопросов защиты индивидуальных прав в сети интернет. Значит, механизм защиты следующий. Вы, как прообладатель, находите свой фильм в сети интернета, какой-то страницы. Вы имеете право обратиться непосредственно к нарушителю с требованием удалить незаконно размещенный контекст, если этого не происходит. У нас принято 144.1 статья в Гражданско-процессуальный кодекс, которая позволяет судам принимать предварительные обеспечительные меры к сайтам-нарушителям. Вы обращаетесь в суд, суд выносит определение. На основании определения суд выдает вам исполнительный лист с этим листом. Вы, либо сами, либо суд, по вашему заявлению, обращается в Роскомнадзор с требованием удалить незаконно размещенный контент. Роскомнадзор обращается к оператору связи, к провайдеру с уведомлением о том, что нарушено таким контентом права. Оператор связи требует с нарушителя, который в течение суток с момента получения уведомления провайдера о нарушении авторских прав, обязан удалить. Если нарушитель не удаляет, либо провайдер не предпринимает никаких мер, то оператор связи блокирует этот контент. И здесь стрелочки были о принятых мерах. Оператор связи уведомляет Роскомнадзор, Роскомнадзор уведомляет суд. Важно, что здесь. То, что вот эта вот блокировка происходит на срок 15 дней всего лишь. Если вы, вот эти предварительно обеспечительные меры, если вы в течение 15 дней не подаете исковое заявление в суд о защите авторских прав и взыскании либо убытков, либо компенсации, суд сам самостоятельно выносит определение о снятии вот этих предварительных обеспечительных мер и сайт, но опять же по этой же схеме, через Роскомнадзор сайт начинает опять работать. Ну на практике, как мы, например, применяли как студия, да, отправляли, например, просто посмотрели на ютубе, где наши фильмы находятся, отправили им уведомления с просьбой убрать их. И, в общем-то, вот с ютуба они все пропали, как минимум. Здесь, здесь... Управляли тем, кто разместил. Нет, ютуб самому. Ютуб, да. Он нарушитель данный случай, ну как бы разместил. У него размещен. Зачастую это действует на первой ступени, достаточно легко. Здесь был конфликт один, очень интересный. В том плане, что режиссер разместил на ютубе фильм. Свой. Свой, да. Он его снимал, то есть все нормально, все хорошо. Когда обратились к ютубу с запретом снять, заблокировать, заблокировать, ютуб отреагировал, заблокировал, и режиссер выходил уже на правообладателя, говорит, как же так? Я снимал фильм и не могу его там разместить. А вы смотрели в договор, который заключили с продюсером? Там все права переданы продюсеру, в том числе и право использования фильма в сети интернет. То есть на это тоже обращайте внимание. Да, это к тому, что мы портфолио размещаем, а прочее не всегда это легально и в принципе, зачастую даже нет. Нет, ну портфолио там можно фрагменты просто разместить. Ну да, ну фрагменты. У меня есть произведение, ютуб все время говорит, вы используете чужие права. А я готов с ним поспорить, потому что я знаю, что это записано композитором 70 лет назад. Музыка 39-го года. Все. Но он должен умереть. И потом... Он умер. Семьдесят дней после его смерти. Стоп, стоп, нет, после записи музыки. Нет, нет, нет. Прочтите ее в ютубе. После смерти, после смерти. С первого января следующего, за годом смерти. Да, это точно. Это да, нет, а, это за кем? За композитором? За всеми авторами. За всеми авторами, да, прошли 70 лет. Да, это смерти. Прошли 70 лет. За дня смерти, все. Спасибо за внимание. Если кто-то вопрос... Спасибо.